А перед тем, как мы начнем, спешу сообщить, что открылся новый сервер Гарри Смоди с тематикой Half-Life 2. Самодельные скрипты, множество профессий, частые конкурсы на донаты и многое другое именно на этом сервере. Как обычно, все полезные ссылки в описании. Давайте поможем ребятам развиться. Объект Н3. Пожалуйста, выберите себе оружие. По голосу Кира несложно было догадаться, что дамочка-садист начинает терять терпение. Чертокнувшись сквозь зубы, я схватил кинжал. Лезвие длинное, рукоять вроде удобная. Сойдет. Распрямившийся, крепко зажал в руках оружие, вопросительно посмотрев на военного перед собой. Дальше что? Охранник молча качнул длумавтомат, указывая мне отступить от них на некоторое расстояние. Я по корму попятился назад, приведя взгляд со здоровяка в армейском бронекостюме на другого, не менее страшного. Кровосос пытался протянуть одну длинную тонкую лапу между прутями, чтобы дотянуться своими когтями до спин военных. Ему бы пришлось отрастить свои лапища еще на метров 10, дабы достать их. Тварь не вполне понимает, какое дальнее расстояние разделяет его и потенциальную добычу. Настолько голоден или накачан наркотой? Слишком неадекватно ведет себя даже для подростка кровососа. Трое вояк, повесив за плечи автоматы, подобрали остальное оружие со стола, пока двое держали меня под прицелом, обойдя клетку с мутантом по огромной дуге. Они вышли в открывшиеся железные двери. Я успел разглядеть, что за ними только темный длинный коридор. Освещение в нем скудное. Интересно. И в остальных помещениях этой лаборатории так же темно. Они как кроты тут сидят? Двери с грохотом захлопнулись, и я уже до боли в пальцах сжал рукоять кинжала, согнув колени для готовности. Все, Вепри, ты один на один с этой тварью. Объект Н3. Ваше первое испытание начинается. Удачи. Как же. Удачи она мне желает. Чего она хочет увидеть, как меня разорвет на части это чудовище. Щелкнул замок на клетке, выпуская кровосос на собору. Дверь еще не успела до конца открыться, а он уже выскочил наружу, растоплив щупальца. Сделав только три широких шага, мутант не растарился в воздухе, применив свою знаменитую маскировку. Я отскочил в сторону, уходя от кровососа, что пер на меня, как разогнавшийся паровоз. Если взрослая особь хитрит, старается зайти со спины, то молодняк атакует в лоб. Раз этот голоден или накачан наркотиками, то действовать будет бездумно. Лишь бы схватить и убить меня. В это мое преимущество. Я в отличие от него намного умнее. Прекрасно слышу сопение кровососа и шлепание его босых ног по холодному ровому полу. И без труда определяю его передвижение. Он отбежал от меня на пару метров. Остановился принюхаться. Развернулся обратно с громким злым рыком. Опять побежал в мою сторону. На этот раз я отпрыгнул вправо и в развороте махнул кинжалом по воздуху. Острое лезвие мазнуло по коже мутанта, оцарапав ее. Чем больше разозлило кровососа. На третью атаку кровососа я ответил прыжком вправо, уходя от его лап и ударил кинжалом наугад. Кровосос взревел, оттолкнув меня от себя. И сам попятился назад, теряя свою маскировку. Мое единственное оружие было утеряно. Осталось торчать в теле мутанта, погрузившись до рукояти. Я не успел ничего сообразить, мутант оклемался слишком быстро. Вернее, впал в настоящее бешенство от боли. Он бросился вперед, повалив мне на пол. Закричав в ужасе, я успел только схватить его за горло, не давая его морде приблизиться к моему лицу. Упав спиной назад, больно ударившись локтями от жесткий бетон. Почувствовал, как кровосос резко навалился на меня сверху. Склизкая щупальца задела переносицу, смочив ее слюной. Открыв глаза, что я зажмурил при падении, увидел перед собой жуткий череп, туго обтянутый бурой кожей. Щупальца копошились, как будто змеи. Кровосос давил на меня, пытаясь добраться до шеи. Размахивал лапами, стелись зацепить меня. Шипел змеей, один коготь прошелся по моему правому виску от брови и до ушной раковины, порвав кожу и оставив кровоточащий шрам. Я сдерживал его, как мог, но руки слабели. Была надежда, что кровосос не выдержит так долго. Я перекрыл ему кислород. Каплю слюны попала мне в левый глаз. Я машинально отвернулся, резко согнув колено, ударил тварь в промежность, заставив его взреветь и ослабить давление на меня. Выпрямив руки, я еще раз врезал мутанту коленом, свалил кровососа на пол и уже сам оказался сверху. Теперь моя очередь. Сжал крепко рукоять кинжала и вынул его из тела тварей, сопроводив его рыком раненого мутанта. Зарычав, я сам вонзил кинжал в горло кровососа. Шипение мутанта перешло в хрип. Щупальца судорожно задергались, лапы скреблись по полу, оставляя тонкие борозды. Я вынимал и всаживал лезвие обратно в его горло, пока пена в сплетении щупалец не стала багровой. Его глаза не закатились, а лапы замерли, выгнувшись неестественно в суставах. Кровосос обмяк, выпустив последнее дыхание со звуком сдувшегося шарика. Какое-то время я тяжело дышал, открыв рот, смотрел на морду твари и думал, что еще не конец. Дернув рукоятью, я убедил, что мутант мертв. Выпустив свое оружие с онемевших пальцев, оставил его прямо так, в горле кровососа, и на карачках отполз от него. Меня трясло, а сердце бешено стучало в груди. Заметил, что кровь испачкала, рукав от локтя до наплечья. Но это не важно. Закончилось. Мое первое испытание закончилось. Я выжил. Поздравляю, объект Ан-3. Вы успешно справились со своим первым испытанием. Пожалуйста, верните свою комнату. Я ничего не ответил этой отвратительной женщине. Не знаю, как она выглядит, но один только его голос начинает злить, что хочется добраться до его хозяйки и задушить голыми руками. Железная дверь в комнату Н открылась, приглашая меня зайти в нее. Я не стал медлить. По скрипу за спиной понял, что военные вошли в зал через двойные двери, забрать тело убитого кровососа. Перешагнув через пару комнат, я с радостью раскинул руки и воскрикнул, еще не отойдя от адреналина после боя. А вот и я! Услышав мой громкий возглас, Ветров, испугавшись, отскочил от Сиона, что стоял прислонившись спиной к пустой стене. Возможно, мне просто показалось, будто военный за секунду до этого держал монолитовца за горло, да и стоял он слишком тесно к фанатику. Ветров растерянно улыбнулся, как будто ни в чем не бывало, сложив руки на груди. А вот Сион низко опустил голову, да так, что я не видел его глаз. Жив, наемник. Ну, в ком я не сомневался, так это в тебе. Подумаешь, кровосос-малолетка, да? А что вы тут делали? Мы? То есть я и фанатик. Да так, просто поговорить с ним пытался. Хотел понять, насколько его мозги работают. Просто поговорить, сжимая горло, интересный способ. Дверь захлопнула за моей спиной и снова открылась через несколько минут, когда я уже уселся на диванчик расслабиться. Объект М12, пожалуйста, пройдите в зал испытаний. С дивана я поднялся вместе с Сионом. Ветров оставался сидеть за столом, только повел головой, наблюдая за фанатиком. Остановив монолитовца ненадолго, положил ему ладонь на плечо. Я захотел его немного подбодрить. Да, он фанатик монолит. По идее, Сион мой враг, как и для других парней в этой страшной игре. Но сейчас нам нужно забыть о вражде между кланами и держаться вместе. Так у нас будет хоть мизерный шанс выжить. Удачи, Сион. Там нет ничего сложного. Но я быстро справился. В пустых глазах фанатика на секунду появилась какая-то человеческая эмоция. Но я не успел ее разобрать. Монолитовец, отвернувшись от меня, поспешно вышел в зал. И за ним закрылась дверь. Я снова остался наедине с Ветовым. Только надолго ли? Пожрать бы. Насколько я знаю, нас должны хорошо кормить. Кире не нужно, чтобы мы умирали с голоду или ослабли. Ну, ты понимаешь меня? Меня не еда сейчас беспокоит. А тот, кто не справился с первым заданием. Как думаешь, есть такой? Ебать! Почему ты так думаешь? Парнишка слаб, как телом, так и духом. Сам не видишь? Да и Леший тоже в подавленном состоянии. Он может и убьет кровососа. Но это займет у него много времени. А еще этот... Сион. А если все справятся? Может быть такое? Мы все закаленные с зоной сталкера. Даже малек свободовец. Кире это не на руку. Ей нужны жертвы. Убывание участников. Она что-то еще придумает. Поверь мне, наемник. Дальше мы сидели молча, глядя в пространство. Думая о своем. Я хоть и знал всех этих ребят только пару часов, но переживаю за них. Мы все в одной тарелке. Ветров сказал, что в ком он точно не сомневался, так это во мне. А я считаю, что с заданием успешнее всех справился Ястреб или Чемергес. Сам военный был в зале испытаний долго. Сколько примерно сказать не могу. Но точно больше 10 минут. Хотя я могу и путать. Наверное, я задремал как за столом, потому что не услышал щелчка автоматического замка, а только голос Киры. Уважаемые игроки, пожалуйста, соберите в зале для оглашения результатов вашего первого испытания. Пошли что ли? Ветро вскрепнул стул на пол, надодвигая его в стола. Я направился за ним, ощущая легкую дрожь в коленях и пальцах рук. Одновременно интересно узнать, на какую оценку справился я с кровососом. И как это сделали остальные. И страшно, ведь от этой оценки зависит чья-то жизнь. Я немного расслабился, увидев всех парней живыми и здоровыми. Кто-то даже выглядел довольным, например, Чемергес. Он стоял в центре зала, расслаблено, сунув руки в карманы плаща. Бандит повернулся в мою световую сторону и ухмыльнулся. Ну чё, фраера, кто какую вещичку себе брал на сосуна? Лично я ему черепушку ломом раскроил. Это не лома, арматура. Я тоже её брал. А я решил лопату взять. Крутая вещь, реально. Кровосос такой, хопа, а ему такой, херак, и прямо лопатой между глаз, а потом по шее, раз, и всё. Что-то ты больно развеселился, малец. Подумаешь, лопата. Я выбрал себе кинжал и не прогадал. Бросился вперёд на Кровососа, а он ушёл в невидимость. Только я и успел его слегка царапнуть по лапе. А потом смотрю, капельки красные на пол капают. Так и понял, где он находится, и без труда его порезал. И я себе кинжал взял. Ждал, когда мутант ближе подойдёт, и лупил его, что из сил. Вот и всё. Я посмотрел на Сиона, стоящего подаль от всех, и обратился к нему, приятливо улыбнувшись. Ну а ты, Сион? Какое оружие против Кровососа взял? Сион неуверенно потрепал шею. Верно думал, как объяснить мне без слов. Я хотел перечислить ему предметы, что предлагались на выбор. Тогда он смог бы кивнуть, подтвердив свой вариант. Но монолитовец начал размахивать перед собой руками, изображая что-то. Сначала провёл прямыми ладонями по воздуху, на уровне груди. Затем помахал кулаком вправо, влево. Я, признаться, не люблю пантомиму, потому как не обладаю достаточной фантазией, дабы хорошо представить, что показывает артист. А мимы со своим чёрно-белым гримом так вообще меня пугают. Кто-то боится клоунов с яркими, раскрашенными физиономиями, а я безмолвных мимов. Тут вроде есть причина в давней детской травме, но не суть. Это утюг? Утюг! Ты серьёзно? Пыльный? Из всех вариантов оружия ты выбрал самый абсурдный? Да ты реально поехавший! Ага, ещё руками тут размахивают. Чё? Стыдно сказать? Утюг? Давай, пыльник! Я хотел заступиться за Сиона, чего никогда бы не сделал в обычной своей зоновской жизни, а наоборот присоединился с удовольствием к издёвкам над ним и фанатикам. Но повторяю, в который раз себе ситуация не та. Нам надо вместе держаться. Забыть о вражде. Меня пидел леший. Хватит! Что вы как детсадники! Если человек не говорит, значит он не может. Неужели понять это так сложно? Если мы детсадники, то ты ведёшься, как мамаша курица. Ко-ко-ко! Не надо ссориться! Ко-ко-ко! Не обижайте фанатика! Ёбать довольный шуткой бандита весело рассмеялся, ветров раздражённо выдохнул, покачав головой. И правда, некоторые из нашей компании ведут себя как дети малые. Вернее, как подростки с шалящими гормонами. Как бы новой драки не началось. Пожалуйста, успокойтесь. Я позвала вас сюда, чтобы назвать имя победителя в первом испытании и проигравшего. Победитель автоматически проходит дальше. Проигравшего бывает. В зале тут же наступила тишина. Все подняли голову к динамикам. Значит, она и сейчас скажет, кто справился лучше всех. И хуже всех победитель точно останется сейчас жив. А проигравший погибнет? Посмотрел на каждого из мужчин в отдельности. Немало их знаю, как они меня. Но я уже привык к ним. Кто-то из них сейчас как голос. Я не хочу так. Вепри, постой. А с чего ты так уверен, что проигравший не ты? Может, это я хуже всех? Может, я проводился с кровосудцем дольше, чем остальные? И сейчас моя голова разлетится на мелкие кусочки? Дорожащими пальцами дотронулся до правой щеки. Эта пломба взорвется. Как скоро. Это буду я? Или кто-то из них? Леший повернулся вдруг в мою сторону. И я быстро опустил руку. Не надо, чтобы они видели мой страх. Все же это стыдно. Пусть, если это буду я, они увидят, что я не побоялся смерти. Нужно держать себя в руках. Быть мужчиной! Итак, первое испытание казалось для вас довольно легким. Вы все великолепно правились с ним. Однако, не все были столь блистательны. В полное молчание мы переглянулись между собой. Был страх, сомнения в себе. Не только у меня. Даже Чемергес и Ястреб и Ветров, хоть и не хвалились победой над кровососом. Что ж, говорите парнишки-сободовцы, пальцем он тормошил застежку молнии на куртке. Его худое тельце колотило крупное дорожье. После паузы снова захрустели и заскребели старые динамики. Не знаю, зачем был нужен этот перерыв Керри. Возможно, чтобы хорошо свериться с нашими результатами и не допустить ошибки. Лучше всех в бою с кровососом справился объект Н3. Поздравляю! Сердце глухо ударило в грудную клетку и эхом отозвалось в голове. Ноги ослабли. И я чудом не упал на колени. Я... Я справился? Я был лучшим? Я прохожу в следующий тур? Я буду жить? Теперь они все смотрели на меня. Кто-то с немалым удивлением, кто-то с завистью или презрением, а кто-то наоборот порадовался за меня. А ёмышь! Серьёзно! Сколько минут он провозился со сунком? Я думал, что я лучше всех! Да? Огласите весь список, пожалуйста. Тут что-то неверно. А я не думаю, что была какая-то ошибка. Если женщина говорит, что вепер был лучше нас, значит, так оно и есть. И нечего вопить. Правильно. Молодец, наёмник. Я же сказал, что я в тебе не сомневался. Боец! Сион лишь кивнул мне и показал большой палец. Вот уж не думал, что когда-нибудь получу похвалу от монолитовца. Но приятно. Ну так чё? Как там тебя? Кира! А кто хуже-то был? Кому сейчас кирдык? Здесь впору было бы возмутиться такому флегмантичному поведению бандита к жизням участников игры. Но никто не успел и рта раскрыть, потому как двойные железные двери раскрылись, и все те же пятеро военных с автоматами вошли к нам в зал, и мы попятились от них. Военные работники лаборатории встали перед нами полукругом. Один из них поднял вытянутый в руке ПМ. Что это всё значит? Вы же сказали! М3 проходит следующий круг как победитель первого испытания. Ему нечего бояться. А вот кто пройдёт вместе с ним, решать ему. То есть... Я не понимаю. Объект М3. Пожалуйста, подойдите и возьмите пистолет. Остальные, прошу, встаньте в одну линию. Кто-то слегка потолкнул меня в спину, и я на негнувшихся ногах осторожно подошёл к военному, чувствуя какой-то подвох. Стало мне поднять руку к пистолету, как двое мужчин по бокам от центрального слегка дёрнули дулом своих автоматов. Верный знак. Не дури, а то хуже будет. Я аккуратно, так, чтобы не делать резких движений, взял пистолет и отступил на шаг назад. И что мне теперь делать? Выбрать проигравшего? Что? Какого хрена? Так нельзя? Это несправедливо. Что это за правила такие? Вы должны сказать, кто проиграл на самом деле. Согласен с долгашом. Мать, идиотские правила. Нельзя так. Правила здесь, уважаемые игроки. Устанавливаю я. Объект Н3 должен сам выбрать проигравшего. Каким образом, думаю, вы уже догадались. Советую не глупить. Помните о бомбе в вашем зубе. Выберите только одного проигравшего, и все остальные пройдут на второе испытание. Только одного? Я посмотрел на прохладный пистолет в своей дрожащей ладони и дрожь постепенно проходила вместе с крупнейшим решением кого выбрать проигравшим. Зажмурив на мгновение глаза, я посмотрел на один из динамиков на стене и приставил дуло пистолета к своему правому виску. А если так? Твою мать, свепорь! Я же говорю вам, не глупите. Пустите себе пуль в голову, и вместе с вами погибнуты остальные участники. Не надо нарушать правила. Пожалуйста! Черт! Я опустил руку, повернулся к парням, посмотрев на каждого с мольбой и виновата. Я не хочу быть для каждого из них палачом. Да, я убивал людей в зоне по заказу, но это другое, это совсем иное. Я не стану! Я не буду никого убивать! В таком случае я нажимаю на кнопку и вы все будете ликвидированы. Нет, стой! Чемергес и ястреб подались вперед ко мне, но военные за моей спиной молчаливо приказали им оставаться на своих местах, вновь настойчиво дернув оружием. Теперь мои товарищи по несчастью были не просто напуганы, они были близки и к панике. Наемник, не идиотничай! Убери одного и все! Только одного! Давай, Вепрь, пристрели того, кто тебе меньше всего нравится. Пожалуйста, Вепрь, пожалуйста, прошу тебя, только не меня! Кого угодно, только не меня! Объект Н3, я даю вам ровно минуту, время пошло. Убей фанатика! Убей его! Вепрь, это важное решение, убей одного и спаси нас! Застрели долгожа! Застрели его к чертям! Фанатика! Дыри бандюгу, от него одни проблемы. Сбавься от фанатик, нахрен он нужен! Не, не меня, пожалуйста! Прекратите, пусть он сам решает! Вепрь, время! Заскулив от отчаяния и слабости, от безысходности, я снова поднял пистолет. Прекратить! Продолжение следует...